Я считаю, что игра прошла с нашим преимуществом. Те моменты, которые у нас были, реально два голевых момента, должны были заканчиваться. Мы не реализовали в первом тайме Касьян, практически пустые ворота. Нужно было не удара, мы исполняем просто их. С учетом наших кадровых потерь в силу травмы из-за дисквалификации, я думаю, что ребята показали достаточно достойную игру. Нужно учитывать, что Факер, конечно, команда опытная, играющая, с хорошо поставленной игрой, с высокими спортивными задачами. Но игра складывалась так, что, наверное, на победу никто не наиграл. Ну, я думаю, ничья вполне закономерный результат, хотя качнулся он ноги в ту или другую сторону. Но такой, какой есть, еще раз повторюсь, команда соперникам понравилась. Вот, и я думаю, что ничья, она, то, что сегодня на что наиграли у них команды. Так вот каратенечко, не вдаваясь какие-то нюансы. Ну, атакой понравился Факер, конечно. Хорошая команда. Будут ли вопросы? Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, про сборы в Турции. Сколько там были, чему научились? Это все есть на сайте клуба. Ну, что же я буду повторить. Ну, сборы, что, как, две недели или 17 дней. Я уже не помню. Вполне качественно, повезло, с погодой, с хорошими полями и так далее. Ну, сейчас, что о сборах я могу рассказать вам? Сборы окончены. Что, так скажем, ну, рассказать вам, какая нагрузка была, сколько тренировок и так далее. Ну, сборы есть сборы. Нормально все прошло. А так более детально на сайте. Все есть, когда приехали, когда уехали, с кем, когда сыграли, как сыграли, составы и все, и так далее. Ничего не в знак минус, не в знак плюс, как обычно, в рабочем режиме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!